Давайте еще поднимем руки во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы прославляем Твое Святое Имя. Папочка, мы благодарим Тебя за этот день, за Твою милость и за Твою благодать. Во имя Иисуса мы славим Твое Имя. Отец Небесный, Творец Неба и Земли, славный великий Бог, создавший небо и землю, Боже, сотворивший нас Господь для обитания на этой земле. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас для общения с Собою. Спасибо за то, что через Сына Твоего Иисуса Христа Господь, нас, ушедших от Тебя, заблудившихся, согрешивших, Ты вернул к себе, Ты вернул к себе, Отец Небесный, Ты усыновил нас и дал нам Духа усыновления, Духа Святого, Который мы взываем, Алва, Отче, Небесный Отец, Небесный Папа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя и мы просим Тебя, Боже, открой наши уши, наши глаза, наш разум, Господь, чтобы мы видели и слышали, Господь, что Ты хочешь сказать нам, Господь. Боже, мы открываем наши сердца для Тебя, войди, Иисус, вечерей с нами, ужинай, общайся, говори в нашей жизни, Боже, мы ожидаем Тебя сегодня, мы ожидаем встречи с Тобой, наполни это место, наполни нас, Боже, Твоим присутствием, Господи. Пусть это присутствие придет в наши семьи, Господь, в наши работы, в наши дома, квартиры. Аллилуйя, Господь, всех, семь дней в неделю, Господь, аллилуйя, утром и вечером, ночью и днем. Господь, спасибо за Твое присутствие, за то, что Ты обещал быть с нами. Ты сказал, вот я с Вами во все дни до скончания века. Мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал, Господь, обитать в Церкви Твоей. Церковь Твоя, Господь, есть тело Твое, есть храм Святого Духа. Спасибо, что Ты решил обитать, Господь, в людях, аллилуйя, в Твоей Церкви. И каждый из нас, Господь, и все вместе мы являемся храмом Твоего Святого Духа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Боже, мы просим благослови наше собрание к Тебе. Господь, как мы собрались все вместе, Боже, во имя Твое и за Тебя, и ради Тебя. Приди, Господи, дай нам пережить встречу с Тобой, увидеть Тебя, услышать. И дай нам быть измененными Твоей славой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ расскажет. Аминь. И весь народ нас кликнет. Сейчас нам снова. Слава, слава, слава. Давайте еще аплодируем молодежной группе православной репетиции. Спасибо огромное. Раз в месяц поддаем нашей молодежи возможность служить в церкви, потому что мы растем, мы взрослеем, мы стареем, к сожалению. Присаживайтесь, дорогие. Вчера на женой клакали вечером. Совсем недавно я покупал новогоднюю елку. Мне кажется, это было несколько недель назад. И скоро нужно будет новую покупать. Почему-то годы летят, уже не дни, а годы летят. Очень быстро. Нас, каким-то необычным образом, нас в зале сейчас 160 человек, а всего 140 стульев. Как-то вы припудряетесь сидеть на низкопе. Если рядом с вами пустое место, поднимите руку. Есть пустое место, поднимите руку. Можно обретить его здесь, вот это Данила, впереди. Давайте здесь тоже есть место на первом ряду. Идет отделка полным ходом верхнего этажа. Там будет гораздо больше места. Там у нас есть балкон. Проходите сюда вперед. Здесь три места есть. Армен Гитрихович, Алексей Яковлевич. Проходите вперед. Давайте, проходите сюда. Да, да, да. Проходите, проходите. Армен, иди сюда. Вот здесь. Идите, идите. Рамиль, Саша, вы как чужие стоите. Алексей. Рамиль, еще есть место. Как вас зовут? Давайте, конечно же, проходите. Аллалюя. Слава Богу. У нас было замечательное время. Прошлое воскресенье. Я прошу прощения. У нас было замечательное время. Мы все вместе. Пастор Мацулла собрал все церкви. В Москве и области. Слово жизни. Мы одна церковь, в которой собираемся в разных местах. В 19 местах. И мы были в Москве. На двух автобусах туда поехали. И было замечательное время. Но я знаю, кто-то пришел. Не знал об этом, пришел. Поднимите, пожалуйста, руки. Мы у вас просто скажем. Любим вас. Помашите рукой. Мы любим вас. Не смогли вы всех предупредить. Но, простите, пожалуйста. Но раз в год мы собираемся. Это видение нашего мастера. Собираться вместе. У нас был большущий зал. Там на 5000 мест. Он был битком забитый. И нас поднимали из разных центров. Приветствовали. И когда подняли Щелкова, мы так закричали, что ведущий сказал, Щелкова, вы нас пугаете. И было замечательное собрание. И послание было о том, что какое время сейчас. Сейчас пастор Моцолова получил слово. Сейчас время сжатвы. Это не только его личное слово. Люди по всему миру получают слово. И не только слово. Бог начал пробуждение в России. Бог движется очень сильно в России сейчас. В цепях. Люди голодные по Богу. Как в 90-е годы был духовный вакуум. Духовный голод по Богу. Люди церкви наполнялись людьми. Я верю, что сейчас мы подобное будем переживать. И нам нужно быть готовыми к этому большому, огромному пробуждению. Бог будет изливать свой Дух Святой. Жатвы много. И также пастор Моцола, если вы не были в собрании, посмотрите в интернете и спробовите. Говорит, что сейчас время проверить свое сердце. Задать себе вопрос. А в каких я отношениях с Богом? Честно ответить себе на этот вопрос. А в каких я, какие у меня отношения с Ним? Близкие, далекие. Я его не знаю. Я живу своей жизнью. Где он и где я? Это время сейчас задать такой вопрос. В каких я отношениях с Господом? Слава Богу. И если мы где-то удалились от Него, мы охладили своей любви к Нему. Если мы стали просто такими функционалами, равнодушными к Нему, мы не живем. У нас нет первой любви, нет близости с Ним. И мы удалились. Мы просто стали такими работниками для Него. Мы наемниками. Как однажды я смотрел один фильм, старая монахиня говорит, я молилась в жизни Богу, но он мне не ответил. И поэтому я решила, что он живет своей жизнью, а я своей жизнью. Это как два старых пожилых человека в браке, муж и жена, у которых нет ничего общего. И у него своя жизнь, у нее своя жизнь. Она говорит, так и с Богом. Он своей жизнью живет, а я своей жизнью. Такого не должно быть с тобою, как с той старой монахиней. Скажи, я не та монахиня. Не все такие монахини, кстати. Слава Богу. Бог желает, жаждет иметь близкие отношения с нами. Через несколько минут мы примем святое причастие. Перед этим я поделюсь Словом Божьим. И также хочу сказать, сделать два объявления очень важных. Важно в церкви. Мы являемся словесными овцами, которые питаемы Божьим Словом. Учением. Учением из Библии. Поэтому у нас начинаются две большие программы. У нас будет онлайн-школа. Называется она «Преображение» или «Культура царства». Мы проходили ее весной. Те из вас, кто не прошли это онлайн-обучение, чем оно хорошо? Вам не нужно приходить сюда, еще ехать издалека. Многие приезжают с Москвы, с области. Вам не нужно будет для того, чтобы учиться, приезжать сюда еще в одно время. Она будет полностью онлайн. Будут задания на пять дней в неделю. Каждый день будет в общей ватсап-группе выбрасываться задания, читать местописания, изучать определенные ценности, делать провозглашения, исповедания своими устами, в течение недели посмотреть одну проповедь, прочитать короткую статью и в общей группе обсуждения, задавать вопросы, делиться свидетельствами. Мы делаем это вместе. У нас уже набрано 50 человек. Если вы хотите в этом участвовать и подробно узнать, то есть моя жена Ирина, и есть еще Марина Астахова. Марин, можешь стать. И еще Марина Крючкова есть. Хорошо, можете подойти к ним, узнать подробности. Называется «Курс преображения до Нового года». Одна тема, одна неделя. Скажите Аминь. Аминь. И также мы начинаем церкви. Это начинается в церкви, и также у нас здесь щелкает и скоро начнется в московской центральной церкви. Урок по воскресеньям раз в две недели после воскресного собрания, в два часа. Начиная с 17 ноября у нас будет библейский класс, и он будет идти где-то час-полтора, и тема будет «Пророческое служение». Он будет идти 9 уроков, 9 встреч, раз в две недели, два раза в месяц, и мы закончим в начале февраля. Этот класс будет обязателен для всех лидеров-служителей нашей церкви, абсолютно для всех, и он открыт для всех желающих. Хорошо, хотите узнать, что такое пророческое служение, чем дар пророчества отличается от служения, пророка, потому что нам всем будем говорить о том, как Бог говорит, на каких языках, как важно слышать Его. И когда мы слышим Бога для себя, это лично для себя. А когда мы слышим для другого, это уже пророчество. Итак, начиная с 17 числа, вы можете присоединиться к этому обучению, у нас будет первая встреча, в следующем воскресенье в 14.00. Скажите, 14.00. Библейский класс на тему пророчества. У нас будет 9 уроков раз в 2 недели. Аллилуйя. И весь народ скажет Аминь. Аминь. Спасибо Богу. Аликсия, где-то нам надо туда, да? Нет, сюда. Здесь у нас, конечно же у нас, для вас, Аллилуйя. Все для вас. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, что словом, которым я хочу поделиться с вами, давайте помолимся. Аллилуйя. Папочка, мы благодарим тебя. Мы просим Твоего благословения на этом обучении, Господь Боже. Нам нужно питаться Словом Твоим, Господь. Быть скармливаемыми Твоим Словом, потому что вера приходит от слышания Твоего Слова. И мы просим благословения на онлайн обучение с тем недель, которые будет сейчас. И благослови библейский класс, Господь, который называется основой пророческого служения. Во имя Иисуса благослови Его начало. И, Папочка, открой нам сейчас Слово Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Введением, скажу, вчера утром я читал Библию. Я читаю Библию для себя. Я читаю в разных переводах. И когда я вчера читал Библию, я поймал себя на мысли, что, знаете как, мне надо, ты позволяешь себе, у тебя есть время. Вчера была суббота, довольно свободный день. Я выделил время, чтобы читать Библию. Я читаю 10 минут, 15 минут. 30 минут. И я ловлю себя на мысли, что мне, ну я так могу и весь день читать, и ничего не происходит. И я начал молиться, говорю, Господь, я сочетаю Твое Слово. И я могу и весь день его читать. Я хочу встретиться с Тобой, проговори мне. Я хочу общаться с Тобой. И вы знаете, я на полчаса читал Библию, и потом у меня завязался разговор с Богом, диалог с Богом. Я говорю, Господь, и он начал, знаете, как, когда Бог отвечает, как это выразится, я сейчас, я попытаюсь вам выразить. Подожди, у кого-то. Сработало. Я говорю, Господь, я не хочу просто весь день читать о Тебе, я хочу встретиться с Тобой, я хочу общаться с Тобой. Аллилуйя. Это знак. Это знак. Знамение. Знамение. Вы знаете, Господь повел меня в одно место Писания. Давайте откроем. И моя проповедь родилась вот из этого вчерашнего опыта переживания духовного. Такой, и день, конечно же, преобразился. Вы знаете, когда Бог касается нас, это самая великая, самая любящая личность во Вселенной. Находиться в Его присутствии, это как попасть под невероятный свет, не знаю, силу, любовь, которая тебя заряжает, обновляет, очищает, и тебе хочется жить, летать, порхать, любить. У тебя работоспособность повышается в разы. Мы были созданы жить в Его присутствии. И давайте посмотрим, я учил на этой неделе тему, обзор Ветхого Завета, и какие-то мысли также были навеяны этой темой. Иисуса Навина, первая глава. Книга Иисуса Навина говорит о выходе, как Иисус Навин вводит израильский народ в обетованную землю. Интересные вещи. У Иисуса Навина есть уже пять книг. Моисей написал пять книг о бытие, исход, левит, числа и второзаконие. Пять книг написанных. У Иисуса Навина есть записанное слово Божье. У него есть Библия из пяти книг. И в этой Библии есть 613 заповедей. Эти 613 заповедей описывают полностью жизнь израильского народа. Эти 613 заповедей говорят о том, они имеют гражданские заповеди, о том, как регулировать какие-то преступления или наказывать людей. Эти заповеди состоят также из церемониальных заповедей, как священники, в какой одежде должны одеваться, какие жертвы приносить. И также часть этих заповедей мы знаем как 10 заповедей, это нравственные заповеди. 613 заповедей. У Иисуса Навина скажите 613 заповедей. 613 заповедей. И вот Иисус Навин переходит в Иордан, должен перейти Иордан, первая глава мы читаем. Мы знаем этот стих, известный стих. Иисуса Навина 1.8. И Бог говорит ему, да не отходит сия книга закона от туз твоих, но поучайся в ней день и ночь. Он говорит это о пяти книжей Моисея. Вот Иисус Навина только это год, какой это год, это где-то 1400 год до Рождества Христова. Ивреи ходили 40 лет по пустыне, блуждали, и наконец, старое поколение, которое бунтовало, не хотело войти в обедованную землю, умерло, и новое поколение поднялось, Моисей умер. И Бог говорит Иисусу Навину, да не отходит сия книга, давайте вместе скажем, можно, давайте прочитаем все вместе. Три-четыре. Да не отходит сия книга закона от туз твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Сейчас мы старались, читали, но не поняли. Сейчас внимательно еще раз прочтите. Бог говорит, чтобы эти пять книг постоянно от туз твоих не отходили, чтобы ты их читал, читал вслух, поучался в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. Кто хочет быть успешен во всех путях своих? Вот успех во всем. Пошел в магазин что-то покупать, и там скидка 70%. И тебе купон дали. И друга встретил, который тебе должен еще денег, я говорю, давайте это куплю. Да, потом... Ну ладно, хорошо. Успех во всех путях. На работу пришел, поработал полгода, тебя повысили. Дом начал строить, построил. Кредит взял, быстро отдал. А еще лучше не брал, наоборот, займы даешь. То есть успешно во всех путях. Жена красавица, поцеловал забеременела, поцеловал еще забеременела. Родила, дети послушные, дома идили. Успешно во всех путях. Бог говорит, для этого следуй моим инструкциям, следуй моим заповедям. И казалось бы, слушайте, знаете, здесь есть... Вот Иисус Навин мог бы выйти с этой книгой, и все. Вот Бог ему говорит, у тебя есть закон, есть пять книг, вот занимайся ими. Но однако же читать Библию и следовать этим заповедям, слушайте, это важно. Моя проповедь называется, во что нам нужно верить, чтобы иметь успех? Нам нужно верить в Слово Божие. Нам нужно любить Слово Божие. Поучаться в нем день и ночь. Пребывать в нем. Построй утром начинать. Я в библейской школе студентов почти, ну вот так вот подходил к ним, вот так вот, молодые, почти вот так вот головой их пытался освоить, и своих вбить. Утром встаешь, первое, что ты делаешь, не проверяешь соцсети, ни сообщения. Но пока твой разум, пока твоя душа спокойна, не затуманена, не омрачена беспокойством дня, пока твоя душа спокойна и разум чист, посеи туда, положи туда Слово Божие. Послушай, что Господь тебе говорит. Начни день со Слова Божьего. Потом зайди в соцсети, потом проверь. Это важно, но это стоит на втором или третьем месте. Нам нужно верить в Слово Божие. Нам нужно любить Слово Божие. Аминь. Аллалюля. Но послушайте, Бог дал Иисусу нам вину это Слово написанное, и однако же, что происходит, мы читаем дальше Иисусу Навин, 3 глава, 7 стих. Нам недостаточно, и еврейскому народу было недостаточно иметь написанное Слово. Бог хотел и хочет общаться с нами, помимо написанного Слова. Он хочет говорить нам. И в книге Иисуса Навина, уже в первой главе, Он говорит Иисусу Навину, Он говорит ему, поучайся в этой книге, Он говорит, будь тверд и мужественен. Иисусу Навина, 3 глава, 7 стих. Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя предначами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду я с тобою». Смотрите, недостаточно иметь написанное Слово. Нам нужно слышать Бога. Бог хочет говорить нам. И, конечно же, Он будет говорить нам в рамках того Слова, которое есть, в соответствии с этим Словом. Но Бог дал не только Израилю уставы, постановления, Он дал им самого себя. Скиния, которая была построена в пустыне, это было местом обитания Бога, славы Божьей. Когда она была построена, а-а-а-а, халалюя, слушайте меня внимательно, халалюя. Помните, Моисей подходит к горе. Гора клубилась дымом от горы Синай. Вот они и пришли, сколько там, 3 миллиона евреев из Египта вышли, и облако сошло на гору, и Бог воззвал с облака, «Моисей, взойди ко мне». И гора дымилась, как испечить. До сих пор, а-а-а-а-а-да-да-да-да-да, есть отрывочек этой горы Синай. Вы знаете, что? Она сверху обуглена, она почерневшая, там почерневшие камни. Почерневшие, необъяснимо, потому что Бог в своей славе, в своей облаке сошел, и Моисей взошел в это облако. Бог ему говорит, «Так, скажи, иди народу, вернись, чтобы сюда не шли, тут, короче, опасно, тут большое напряжение. Потом иди, скажи им, что я вас вывел из земли египетское, из дома рабства, чтобы вы были моим особым, моим особым народом». Давайте прочитаем это, Исход 19 главу. Да, Исход 19 глава. Все правильно, Исход 19 глава. Я хочу, чтобы мы сегодня что-то увидели. Увидели, услышали. Исход 19 глава. Бог говорит, Исход 19, 3. Моисей взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так, скажи, дому Израилеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Бог вытащил из Египта, из Израиля, из свой народ. Носил на крыльях, и принес к себе. Это то, что Иисус, Бог сделал через Иисуса Христа, Бог вывел нас из дома рабства, из рабства греха. Он принес нас к себе, чтобы к нему, чтобы мы с ним были. Первых учеников, которых Он призвал, Он призвал, чтобы они с ним были, а потом посылать их на проповедь. Он зовет нас, Он призвал нас к себе. И дальше. Итак, если вы будете, 5 стих, слушаться, Исход 19, 5. Итак, если будете слушаться Глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешься нам, Израилевым. 5 стих сказано, будете Моим уделом из всех народов. На иврите это слово сегула, удел. Сегула означает особое, драгоценное сокровище. Бог говорит, вы будете Моим особым сокровищем. Смотрите. Потом, итак, Бог, потом зовет Моисея, дает ему 10 заповедей. И исход 20 глава. Смотрите внимательно. Исход 20 глава. 18 стих. Моисей в это время на горе. Скажите, Моисей на горе? Моисей на горе. И увидев то, народ отступил и стал вдали. Алло, иллюзия. Дальше. 19 стих. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Вы знаете, что они сделали? Говори ты с нами, Моисей, дай нам законы, дай нам заповеди. Мы будем жить пред Богом, но общаться с ними страшно, опасно. Мы не будем. Бог этого не хочет. Алло, и Бог дал нам законы, заповеди. Он дал нам устав для жизни. Но он по нему этого хочет общаться с нами, говорить с нами, жить с нами. Нет, тихо как-то. Скиния. Слушайте, Бог дал вот эти 10 заповедей на двух каменных табличках. Моисей положил это в ковчег завета. Это был ящик из дерева сети, без дерева акации, обложенный золотом. В этот ящик положил еще сосуд с манною, жезла лагу на рассветший. И эти каменные таблички осветили скинию, построили ее, и облако, слава Божьей, сошло на скинию. Скинь. И 40 лет столб облачный, днем и столб угненный, ночью стоял на скинии. 40 лет. И когда этот столб поднимался, еврей, собирали быстро левиты, собирали эту скинию, этот шатер, и столб двигался, и они шли за ним. Они шли за присутствием Бога. У них были заповеди. У них были 613 заповедей. Но они слушались Бога, и Бог говорил с ними. И когда Иисус Навин входит в обедованную землю, у него не просто вот эта книга. Знаете, как дали карту, компас, и он идет вот так вот, хорошо вот это надо делать. Бог помимо этих заповедей хочет, хотел, и говорил с ним, разговаривал с ним. Бог хочет разговаривать с тобой. Я вчера читал Библию, я понимаю, я могу ее весь день читать, и будет вообще просто, ну просто прочитаю ее. Ну как-то да. И единственное, что я могу получить, это такую гордость, что я весь день Библию читал. Ну не весь день, весь день мне дети не будут читать. Жена не даст читать, скажет, давай идти крути, там что-то надо делать. Ну, знаете, вот это, чем женщины нужны. Жить не обленился. Но есть опасность, послушайте, эта книга, эти заповеди даны нам, они, ну как, они содержат в себе откровения о Боге, да, пути, но чтение этой книги должно вести нас в разговор, в диалог, в общение и во встречу с Богом, который хочет с нами общаться. Иисус Навин имел эти 613 заповедей, но помимо этого, он разговаривал с Богом, и Бог говорил ему. Второзаконие 28.1. Данил, включи это нам. Второзаконие 28.1. Там сказано, ты, когда перейдешь через Иордан, если ты, когда перейдешь через Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, смотрите, это разделяется здесь. Если Бог говорит, я буду говорить вам, и еще, и тщательно исполнять заповеди его. Что Бог говорил вам вчера, скажите мне? Тихо стало в лесу. Вот два человека, Астаховы, они на короткой связи. Что Бог? Вы читаете Слово Божье, да? Аминь, молодцы, аллелуйя, вы следуете Слово Божьему, исполните заповеди. Мне не нужно каждый раз спрашивать Бога, Бог мне жениться на этой женщине или нет? Я уже из Библии знаю, не прелюбодействую. Леша, ты жена, то тебе четверо детей, хороша Маша, но не наша. Тут мне не нужно вопрошать Бога по этому вопросу, но по другим вопросам. Бог хочет со мной общаться, и Он хочет разговаривать с тобой. И вот цель взаимоотношения, жизнь вечная, Иоанна 17,3, в том, чтобы мы знали Бога, Отца и посланного им Иисуса Христа. Как мы можем знать Бога, только когда мы открываем свое сердце, мы говорим с Ним, мы разговариваем. Бог дал нам свой закон, свои заповеди, но Он также, помимо, как с Иисусом Навиным, послушайте, у Него были 613 заповедей, но Он еще и слушал глаз Господа Бога своего. Бог хочет говорить тебе, туда не ходи, снег в башка попадет, совсем дохлый будешь. Бог хочет общаться с нами. Поймите, мы приехали в 95-м году в библейскую школу, и две сестры сняли комнату, искали, всю неделю, наконец, сняли комнату. Утром прибегают к жене пастора, плачут, зареванная, сняли комнату, заплатили деньги, а хозяин с ножом напился и всю ночь за ними гонялся. Они орали, кричали, милиция, милиция, ничего, соседи уже привыкли. Утром, как-то он уснул, они выскочили, прибежали к ней, напуганные, говорит, нас чуть не убили, нас там чуть не изнасиловали. И она к жене пастора, она говорит, и такие плачут все, ревут. Где был Бог? Почему он нас не защитил? Почему он не сказал нам? А жена пастор говорит, а вы когда туда сели, когда туда вселялись, вы слушали внутри Духа Святого, который внутри вас? Что он вам говорил? Что у вас было внутри, когда вы селились? Они обе сказали, у нас было внутри так мерзко, вот так вот все, ээээ. А что же вы на него пеняете? Он вас предупреждал? Он вам говорил через это очень тревожное, тяжелое чувство. Вы не слушали его свидетельства? Послушайте, есть опасность. Я вчера, знаете, что я увидел, что у меня незаметно какие-то несколько нигит последние произошла замена. Замена на что? Замена отношений с Иисусом живых на какие-то вещи. Тут я почитал, тут я помолился, тут я хороший, все хорошо. И незаметно произошла замена знания Бога на знания о Боге. Я хочу... Ой-ой-ой-ой-ой. Бог хочет говорить с нами. Давайте еще откроем Иисуса Навина. Смотрите, у Иисуса Навина весь закон, пять книг. Бог говорит ему, слушай внимательно, будет у тебя успех. Читай эти заповеди, повинуйся им. Но потом Бог говорит ему, дай повеление, Иисус Навина 3,8, а ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи им, как только войдете в воду Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказался нам, Иисус сказался нам, Израилевым. Смотрите, оказывается, опаньки, помимо записанной заповеди, Бог что-то не записал, что-то, что-то Он сказал, я дам тебе, я скажу тебе в личном отношении, в личном общении, я это приберег для нас с тобою. Понимаете, есть детализация, есть что-то, что Он хочет тебе лично сказать. Иисус Навин говорит так, левиты, берите ковчег завета, входите. Они что-то вещи сделали, вообще ненормальные, они взяли, перешли Иордан и под Молода. Левиты зашли в Иордан, и что произошло, когда они послушали Слово Господа? Этого не было записано ни в бытие, ни в исходе, ни в числах, ни в второзаконии. Господь лично сказал им, Иордан, переходить вот так. Вы знаете, что Иисус в Новом Завете открыл глаза трём слепым людям. И исцеление это Он сделал тремя разными путями. Каждому человеку у него свой индивидуальный подход. Это не было всем, он так открыл глаза, так во имя Иисуса, во имя Моё, то есть, откройтесь в глаза. Одному плюнул на глаза, другому брение сделал, на другого руки возложил. Вы начали что-то понимать или нет? Да, понимаем. Не всё из того, что здесь, как, нам уже верит Слово Божие, Алла-Аминь. Оно необходимо нам. Но помимо этого, Бог хочет лично, напрямую, Алла-Аминь, с тобой общаться. И то, что Он будет говорить, всегда будет в рамках этого слова. Но есть личное ремо, личное откровение, которое Бог хочет тебе сказать, чтобы ты имел успех. И когда Иисус Навин послушался, тогда это произошло. Дальше. Иисус Навин, 6 глава. Первый стих. У Иисуса Навин и записано, знаете, что многие из вас, простите, я сейчас просто, ну, как пытаюсь это, ну, как, у меня один проповедник говорил, знаешь, он говорит, слово Божье, оно такое, оно тебя наседает, вдохновляет, а надо по мордасам бьет. Я сейчас никого по мордасам не хочу бить, но я не делаю. Я шучу. Алла-Аминь говорит, проверьте себя, не довольствуетесь ли вы только тем, что читаете написанное слово, но не общаетесь с ним, не слышите его глаз Господа. Просто проверьте себя. Я не говорю о том, что нужно искать голоса. Вот курс, который у нас будет, если вы думаете, а как его слышать? Вот добро пожаловать, 17 числа, 14.00 здесь. Это будет курс, как слышать Бога, как Бог говорит. Он творец, у него множество людей, как с нами общаться. Но Бог хочет живых отношений с нами. Аминь. Живых отношений с нами. Аминь. Аминь. Аминь, Аллады. Иисуса Навина, шестая глава. Давайте снимем людей у значки и почитаем. Еще раз говорю, у Иисуса Навина, 613 заповедей. Пятикнижие Моисея. Но помимо этого, Бог говорит ему, как вести войну. Поймите, у тебя есть Библия, у тебя 66 книг. У меня тоже 66 книг Ветховойнового Завета. И мы можем ошибиться, довольствием тем, что мы будем просто читать, что здесь написано, это нужно читать. Это важно. Слово на греческом языке звучит как логос. Вот это все, Библия это логос. Но в этом логосе есть еще рема, Слово Божье, которое оживает для нас и становится конкретным в нашей ситуации. И вот Иисус Навин получает, Иисус Навин, 6 глава, 1 стих. Тогда сказал Господь Иисусу, вот я придаю в руки твои Иерихон. В Пятикнижии, в Библии Иисуса Навина нет ничего про Иерихон, как брать Иерихон. Бог говорит ему это лично, конкретно, как взять. Бог хочет говорить тебе лично, как на работе работать. Мне один брат позвонил, жалко его здесь нет, у меня видео есть. Он кладет плитку, и нужно плитку на пол, там у большие объемы площади, и он, говорит, там пока подложишь под одну плитку, она большая, потом выровняешь по уровню. И Бог дал мне во сне, проговорил, показал прибор такой сделать на ручке, как туда насыпаешь раствор, вот так вот ведешь, и от 6 метров от стены до стены у тебя получается ровная полоска раствора, куда можно класть плитки. Говорит, я в 10 раз быстрее стал класть. Говорит, ровно, все работает. Это Сергей Минеев наш, аллайлуйя. У меня есть видео это. Бог хочет лично говорить тебе, как твой Иерихон брать, как в твоей работе справиться, показывать тебе. Не довольствуйтесь написанным Словом Божьим. Оно должно вести вас, Слово Божье, оно нужно, оно важно, тысячу раз важно. Я читаю Библию, люблю Библию, Бог открывается мне, через Библию, говорит мне, вдохновляет меня, но это чтение Библии должно вести меня к разговору, диалогу, к встрече с Богом, и Он хочет, ну, вмешаться в мою жизнь, вторнуться в нее, и, и говорить мне. Я работал, послушайте, у каждого есть свой Иерихон, у каждого есть своя хананская земля, которую нужно взять, и Бог хочет лично говорить тебе, как ее взять, у кого-то это брак, супружество, полный брак. Что делать? смотришь на нее, и ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо? Что, руки скрестил, или в пузе кобры стоишь? Ну, так нельзя говорить женщине, хорошо? Иначе на долгие года тебя ждет, ждут печальные лета. Бог говорит здесь Иисусу Навину, тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твоей и Иерихон, и Царя Его, и находящихся в нем людей сильных, и дают детальные инструкции, детальные, Бог хочет дать тебе детальные инструкции, как восстановить твой брак, как сделать прорыв, как наладить отношения в твоей семье, как с начальником договориться, Боже, как с ним говорить, покажи мне, будь при устах моих. И Бог говорит здесь, пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте шесть дней. Вот этого нету в пятикнижии Моисея, это Бог лично Иисусу Навину говорит, понимаете, на основании пятикнижия, потому что в пятикнижии сказано, что Бог говорит, я в Совете с тобой, ты мое сокровище, я тебя к себе привел, второе, во что нам нужно верить, что Бог есть любовь, что Бог любит тебя. Мы сейчас проходим в церкви служение внутреннего исцеления, в основу это служение нужно для чего? Чтобы мы, избавившись от рад и обид, у нас восстановилась близость с Отцом, Сыном и С Духом Святым. Понимаете? Оно нужно для того, чтобы ты поверил, что Бог тебя любит, Он близок к тебе. Я на днях просто размышлял, вы знаете, мы везде слышим такие фразы, кто-то книги пишет, на экранах, мы говорим, что детям нужен Отец, нужен Папа. Папа не может все время отсутствовать, на работе быть, но если он много работает, все равно нужно, чтобы Папа время брал с детьми. Детям нужен Отец. Мы это понимаем. Кто из вас с этим согласен? Как вы думаете, кем это в нас вложено отцовство? Детям нужен Папа. Папа должен быть с детьми. Не у всех получается, но мы стараемся. Да? Мужики, мужчины. Аминь. Теперь смотрите, Библия говорит, что мы отцы, мы бледная копия, самые добрые отцы, мы по сравнению с небесным отцом, мы злые. Когда мы говорим о том, что Папы должны быть с детьми, это означает следующее, что у нас небесный, твой небесный Папа хочет проводить время с тобой, и он с тобою. Аминь. Нет, не переключилась мысль, как бы эта перемычка не произошла. Твой небесный Отец присутствует в твоей жизни. Он рядом с тобой. Он тебя любит, потому что он Папа, и он Отец, и он не так, он добрый Отец. И он знает, что детям его нужен Папа, и он с тобою. Вопрос в том, что ты как-то, ну откройся, ты законтайся, ты скажи, Папа, а воочи, на ровесском он означает, Папа, дорогой Папочка, Бог Отец, нам нужно верить, что Бог добрый, Он видит любовь, и что Он присутствует. Он с тобою, Он недалеко на небе. Нам сложно в течение дня общаться с Богом, если мы думаем, что Он далекий, равнодушный и отсутствующий. А Он близкий и вовлеченный в твою жизнь. Он тебя любит. Нам нужно верить в Слово Божие. Нам нужно верить, что Бог есть любовь. И второе, что Он есть любовь, и третье, что Он присутствует в твоей жизни. Он присутствует в твоей жизни. Я помню, в Иркутске я работал в лимонологическом институте, меня студентом взяли за так, ну, первое такое яркое для меня понимание, что Бог, Он говорит, и хочет помочь взять мне вот мой эрехон. Я иду в этот институт, а я две недели, мне дали такую ленту, такой где-то 16 килограмм, такой самописницы, там данные одного метеорологического эксперимента, когда между Данией и Швецией переносили на суши, водой и суши радиоактивную примесь, измеряли скорость ветра, там давление, температуру, влажность, очень важный эксперимент. И все это мерилось в разных точках. И нашему институту в Иркутске подарили издание, издание, датский исследовательский институт подарил Иркутскому Лимонадийскому институту, который занимается охраной, экологией, охраной, изучением и охраной Байкала эту ленту. Но наша кафедра не могла, короче, мне дал мой шеф расшифровать эту ленту. Там 16 килограмм, такая она длинная, просто как портянка, такая размотательная, дататринарна была бы. И я день, второй, неделю, вторую неделю я не могу ее расшифровать. И я иду в гору, помню, в своем институте и молюсь, и вдруг слышу мне Бог говорит, попроси меня, чтобы я помог тебе расшифровать эту ленту. Я, во-первых, удивился, что Богу есть дело до этой ленты, но какое ему дело? Он там на небе, он там планетами занят, он там демонов гоняет, или чем-то, ну, занят где-то там. Ему-то молит, лент дел нет, это ложь, это ложь, что Бог далеко. Он рядом с тобой. Его имя Егова Шамма, Господь присутствующий. Иисус сказал, я с вами во все дни и на скончании века. Я иду в эту гору, Господь, хорошо, я иду в эту гору, я прошу тебя, помоги мне расшифровать эту ленту. В течение двух дней я ее расшифровал, я понял, вот это время, ага, вот это скорость ветра, это вот, это уровни высоты, уровни на цену, высота над уровнем моря, прихожу к шефу через два дня, расшифровал он такой, да ладно, скажи мне, вот в этот день, в 12 часов дня, на высоте 100 метров, какая была температура воздуха, я шик-шик-шик-шик, ну-ка, а в это время, скоро свету на высоте, шик-шик-шик, и он видит, что я шарик, понимает, снимать, чьи, луню, скажи мне, как тебе это удалось? Мы всей лаборатории климатологии и ветерологии, в течение года, семь человек, доценты, профессора, мы пытались расшифровать эту ленту, и не могли, как тебе удалось? Я сейчас сказал, мне тут что-то помог, я понял по его лицу, что ответ неправильный, ну-ка, сейчас, у нас есть написанное слово, которое есть вернейшее пророческое слово, у Иисуса Навиного было, но Бог дает Иисус Навину детальные трусы, как взять или ход, ходить вокруг или ход, а потом закричить, и он упадет, аллелуи, Бог любит нас, нам нужно верить в Его любовь, Он близок, и Он хочет общаться больше, чем ты даже себе в этом представляешь, аллелуи. Нам нужно верить в Его Слово написанное, нам нужно верить в Его любовь, что Он рядом с нами, что Он хочет говорить нам, общаться, Он папа, и Он со своими детьми. Отец, образ Бога Отца, Он виноград, Он садовник, Он виноградный, который работает в своем саду, мы его сад, моего насаждения. Он сегодня здесь, когда у нас был, в прошлом году летом, я прихожу в церковь, я говорю, Бог, что ты делаешь сейчас? Я вижу, я думаю, дома, когда молился, эту историю такая у меня, я дома молюсь, говорю, утром, воскресенье Господь, что ты делаешь сегодня в церкви? Я вижу у Бога Отца закатанные рукава. Я такой думаю, он говорит, я занимаюсь сегодня в церкви, в смысле занимаешься церковью, мне было интересно, прибежал в церковь, первая песня, прославление вторая, третья, третья песня, я вижу у Бога Отца закатанные рукава, картину, видение, Бог говорит картинами, Бог говорит, если вам сложно верить, что Бог говорит, тогда, но Он говорит, он добрый, любящий, и я вижу у Бога Отца закатанные рукава, и как бы камера отъезжает, я вижу Бог Отец с закатными рукавами, с тачкой в саду, навоз развозит и деревья удобряет, и этот сад, это мы, он между нами ходит, и вот Мурат удобрил, Армен удобрил, подсыпал, тут Жуков из коры, головного мозга, вытащил каких-то, не думай об этом, не надо об этом думать, здесь веточки обрезал, вот это тоже не нужно тебе, он вечный садовник, и он в своем саду, он рядом с тобой, Алла-Люйвил, он ухаживает за тобой, как за своей любимой яблонькой, или вишенькой, или бабом, Алла-Люйвил, среди нас есть, такие долго тушитесь, вы потом плод принесете, Алла-Люйвил, но он ухаживает за вами, Алла-Люйвил, он вырастил у вас семечки, он гордится вам, он хвалится вами, вы его любимое насаждение, нам нужно верить в его присутствие, Алла-Люйвил, он хочет жить с нами всю неделю, послушайте, я заметил, я, как Господь показал мне, то, что показал, как, я вдруг увидел такую картину, что годами я Бога, знаете, кто из вас знает, кто, понимаете, тайная комната, молитвен тайная комната, кто из вас в осуждении хотел, что мне не бывало подолгу, тут, а кто из вас бывал в ней, все хорошо, тут больше и больше согласия, я видел, моей жизни был период, несколько, не знаю, месяц, и просто как Бог мне показал, знаете, как вот мой тайный комп, за утром я взял с ним время, 10-15, час, час, о, молился, о, Бог мне говорил, показывал, там, давал инструкции на день, этому позвонить, это сделать, я записал, и потом я помолился с ним, и потом я закрыл молитвенную комнату свою, и оставил вот там, а сам пошел в день, своими делами заниматься, Господь сказал, ты меня оставляешь, ты даешь мне час времени, а остальное время, 23 часа в сутки, ты ходишь сам по себе, ты меня оставил, запер в молитвенной комнате, и в течение дня, обо мне не вспоминаешь, не обращаешься ко мне, не думаешь обо мне, не вспоминаешь, пользователь, а недавно он вообще меня облечил, знаете, говорит, о, хотите вам правду скажу, Господь говорит, ты, Алисей, это было, это недавно было, совсем недавно, хорошо, совсем, не так давно, не так давно, Свойка скажет, Алисей, ты, сейчас послушайте, это очень, ну как, Алисей, ты так приятно прибегаешь ко мне, когда тебе нужно проповедовать, и ты так оживаешь, ты такой открытый, ты такой голодный, потом я тебе помог, и ты про меня забыл на неделю, у меня есть, ну, я пошел, как раз говорю, ты пользуешься мной, знаете, пользуешься, я пришел, я, как, такое печаль, грусть, я огорчаю его этим, просто, ты, пользуешься, попользовался, и все, а некоторых из вас, и пользоваться-то не надо, потому что, ну, как иногда думать, ну, что, где он там, он занят, он же далекий, вселенский, космический разум, там, равнодушный ко мне, и тогда, ну, если у нас такая картина Бога, это ложь, Бог близкий Павла, ты не ничтожество, ты его сын, ты его дочь, он тебя любит, алия. Господь мне говорит, если бы так же горячо ты молился, каждый день утром, или приглашая меня в свой день, чтобы я вел тебя в течение дня, как ты молишься перед собранием, Господь, приди, возьми меня за руку, веди, используй меня, Господь, действуй через меня, Господь, если бы ты каждый день свой так посвящал мне, и в течение дня ходил со мной рукообруху, у тебя была бы другая жизнь. Где вы Господа забираете? В какой коморке? Где вы отвели ему место? Я рассказывал, как с отцом Георгием, пастор, священником православным из Екатеринбурга, мы встретились в кафе в Москве, на Павла Корчагина, священник, все, батюшка, я говорю, расскажите, как у вас, ну как дела? Как дела в храме, в православной церкви? Знаете, что он сказал мне? Алексей говорит, мы переживаем сильное Божье присутствие, благодать, стена храма, люди встречаются, переживают, ощущают, и вот покой, мир, но потом он говорит, но люди оставляют это стено храма, и идут, занимаются своей жизнью, живут. И я тогда чуть не помнил, думаю, а не делаем ли мы то же самое? Вот сейчас не оставите ли вы Господа здесь, не пойдете ли вы своей жизнью жить? Или вы возьмете его там? В марте мне одна сестра плеш проела, видите, вот, говорит, Бог через сны говорит, да ладно тебе, через сны, стало меньше надо есть, там это, и в марте этого года Господь ко мне обратился, Алексей, ты ходишь со мной днем, общаешься со мной днем, несешь мое присутствие, и Господь мне говорит, а как насчет ночи? Могу ли я, можешь ли ты позволить мне не расставаться с тобой и ночью? Это он говорил о том, что он хочет общаться со мной и ночью. Давид говорит, ночью, внутренность моя учит меня, Бог хочет общаться с нами ночью, вкладывая в нас ночью то, что поможет нам в течение дня. Давай нам сны, ободряй нас. Я перед сном, я не говорю, что каждый раз перед сном, но чаще, чаще, я перед сном говорю, Бог, Господь, если ты хочешь сказать мне что-то ночью, пока я сплю, пока мой разум спит, он не бодрствует, пока он не стоит на страже, пока он спит, ты можешь обойти, и вы прямо в мое сердце что-то проговорите. Я даю тебе разрешение общаться со мной ночью, через сон, через видение. и он приходит, и он вообще общается с нами. Если я позволю, позволю. Давайте встанем. Вы сидите, слушайте, а я не могу остановиться. Так внимательно слушайте. Ты самая лучшая церковь в мире. Я три недели вас не видел, мы ездили в Москву, но как хорошо. Вы не представляете, как Бог добрый, как Он нас благословил, здесь щелково, как Он любит нас, и Он хочет, когда Бог в Израиле, в Израиле в пустыне, сказал, скиню построить, Бог говорит, вы строите место для меня, чтобы я обитал среди вас, чтобы мое присутствие было среди вас. Проблема израильского народа была в том, что Израиль хотел просто взять заповеди и жить по ним, и не обращать внимание на присутствие Бога, на то, что Бог живой. И когда они, и у них это получалось, они следовали всем заповедям, приносили жертвоприношения, но при этом служили другим Богам, Бога игнорили, и когда Бог к ним обращался через пророков, они не принимали это слово. Вы знаете, у нас есть склонность, тенденция из-за старой греховной природы, которую мы имели раньше, у нас есть тенденция к независимости, к автономности от Господа, и от нее нужно избавиться. Бог дал Израилю заповеди, но Он дал им свое присутствие, облако сошло на скинью, потом, когда храм осветили, облако славы Божьей, Бог сошел в храм, а потом, спустя время, это облако славы Божьей оставило храм Иерусалимский, и он был потом разрушен, уничтожен. Послушайте, нам не только Слово Божье дано, нам дано облако, это облако, это образ Святого Духа, Святой Дух с нами, Он дан нам. Давайте мы помолимся. Я не знаю, как молиться, давайте поднимем руки, прославляющие, выходите, пожалуйста. Давайте возьмем время сейчас и скажем, можете тихонечко играть, хорошо? Аллилуйя. Давайте помолимся, я вас веду немножко, потом вы дальше сами. Скажите, Господь Иисус, покажи мне, в каком состоянии моя жизнь с тобою? Сколько часов или минут мое сердце предано, обращено и думает о Тебе? Как часто, Господи, я обращаюсь к Тебе? Несу ли я Твое присутствие в течение дня? Или я вхожу в Него только в церкви в воскресенье? Или по утрам? Боже, покажи мне мое сердце, покажи, как выглядят наши отношения с Тобой. Покажи, Господи, какими Ты хочешь, чтобы были наши отношения с Тобой. Покажи, Боже. Господь Иисус, покажи мне Твое сердце, как Ты желаешь общаться со мной. Покажи мне, Иисус, что это Ты, который любишь меня. Это Ты, который стучишь в дверь и хочешь войти. Это Ты, который ищешь встречи со мной больше, чем я этого хочу. И, Господь, я сегодня говорю да Тебе. Я люблю Твое написанное Слово. Я благодарю Тебя за Твое Слово. Я люблю Его. Прости меня, Господь, что я часто останавливался на написанном Слове и не шел в общение с Тобой, не обращался к Тебе и изливал мое сердце. Господь, я отвлекаюсь от лжи, что Ты далекий, равнодушный и не заботящийся во мне. Это ложь. Прости меня, что я верил в нее. Боже, покажи мне Твою истину. Покажи мне, что Ты, Папа, Ты со мною, со своим ребенком защищаешь меня, помогаешь мне, хочешь говорить мне. Давайте все вместе скажем. Господь, прямо сейчас я открываю мое сердце для Тебя и я даю Тебе разрешение. я позволяю Тебе и я прошу Тебя, пусть Твоя любовь наполнит меня, сойдет на меня, крести меня в Твою любовь и открываю мое сердце на Тебе. Боже, я хочу знать, ощущать, переживать и чувствовать, что Ты любишь меня и Ты всегда в понедельник, в вторник, в среду украли, в четверг вечера, в любую секунду Ты всегда со мной. Господь, я прошу Тебя, наполни мое сердце радостным ожиданием встречи с Тобой в течение дня и ночи. Я ожидаю с радостью встречи с Тобой. Ошиби меня. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Сейчас мы еще будем принимать причастие вместе. Просто будьте пред Господом, поклоняйтесь. А для тех из вас, кто не принимали Иисуса Христа Господа, Дом и Спасителем. Вы не молились молитвы покаяния. Сейчас, пожалуйста, давайте помолитесь со мной первый раз этой молитвой. Вы примите Иисуса Христа в свое сердце. А остальными помолимся в воспоминании этой молитвой. Потому что верующие во Христа, любящие Его, они могут принимать святое причастие. Поэтому давайте помолимся этой молитвой и покаянием. Кто-то первый раз а кто-то в воспоминании. Скажите так, Господь Иисус, Господь, я верю в Тебя. Ты умер за меня, за мои грехи. Ты совершенный Бог, ставший совершенным человеком ради моего спасения. Помилуй меня, прости мне все мои грехи, очисти меня и войти в мое сердце. Я отдаю всю мою жизнь Тебе все мои решения, все мои проблемы, весь мой стыд и вину и позор. И я прошу Тебя, дай мне взамен Твою праведность, Твой мир и Твою радость во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Аминь. Мы будем сейчас поклоняться и просто возьмите время, будьте пред Господом. Наверстайте упущенное. Знаете, как после долгой разлуки двое улюбленных. Я однажды жена отправил в отпуск на два месяца с новорожденной дочерью старшей, вот вы видели ее. И было месяц, и я за два месяца, дочке было месяц, и за два месяца я так соскучился по жене, что она приехала, потом мы взахлеб, мы весь день разговаривали, 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 мы не могли наговориться по очереди. Я чувствую, здесь есть люди, у вас столько накопилось, вы были в разлуке с любимым Господом, и Он страстно переживал, Он хотел встречи с вами, и сейчас наконец этот момент, вот вы, Он здесь, и вы здесь. Поговорите с Ним, расскажите о своей жизни, просто забудьте, можете сесть, можете встать на колени, не знаю, но поговорите с Ним, возможно, сейчас, я знаю, не хватит времени, дома поговорите с Ним. После долгой разлуки два страстно влюбленных человека, личности, встречаются, они не могут наговориться, и я верю, сейчас это время, когда ты стасковался, ты ждал встречи с любимым Господом, у тебя есть возможность сейчас выговориться Ему, и потом послушать, послушайте, послушайте потом, что Он вам скажет, постойте в тишине, позвольте Ему тоже, у Него тоже накопилось столько, что Он хочет вам сказать, послушайте Его, выслушайте Его, дайте Ему возможность тоже сказать, Поговорите Вы, потом послушайте, потом еще скажите, и Аллилуйя, вас будет время, когда мы будем все выходить сюда вперед и будете потом вместе в время вечерю, Аллилуйя, когда вы будете стоять, ожидая, когда мы все вместе, сейчас тратим и вместе исповедуем, Аллилуйя, апостольский символ веры,